Добрый день! Меня зовут Назаренко Елена Владимировна. Это наш третий урок фигурного катания. Сегодня мы с вами пройдем такие элементы, как змейка вперед и назад, и научимся делать самые простые вращения. Пожалуйста, если вам что-то будет непонятно, или вы бы хотели что-то дополнительно узнать, задавайте вопрос внизу в комментариях. Для того, чтобы у вас получилась змейка вперед, вспомним про посыл корпуса. Корпус находится над ногами. Движение создается за счет совмещения работы бедрами, коленями и голеностопом. Обратите внимание, руки и плечи неподвижны. Подсели и от колена в голеностоп нарисовали полукруг и в обратную сторону. Движение чем-то напоминает арабские танцы. При этом за счет посыла корпуса вперед происходит движение вперед. Змейка назад исполняется аналогично змейке вперед. За одним исключением. Движение создается от голеностопа, затем рисуется полукруг коленями, а заканчивается движение в верхней точке бедра. То есть, если в змейке вперед движение создается сверху вниз, то в змейке назад, снизу, вверх. При совмещении змейки с поворотиками, обратите внимание на постановку корпуса. Корпус скручен внутрь змейки, таким образом создается устойчивое положение. Для того, чтобы совместить змейку с поворотиками, вспомним второй урок. При поворотике движение происходит нижней и средней частями корпуса, стопы, колени, бедра. Разберем вращение. Вращение происходит за счет совмещения работы ног и корпуса. Правая рука с плечом создают винтовое движение, а правая нога помогает набрать скорость. Таким образом, центр смещается в левую сторону. Чтобы не кружилась голова, надо смотреть на статичный предмет. В нашем случае это кисть руки. Она находится чуть ниже уровня глаз. Начинать вращение надо с двух-трех оборотиков, постепенно наращивая количество оборотов. На этом наш урок окончен. Постарайтесь как можно чаще повторять эти элементы, и тогда они у вас будут получаться легко и свободно. Продолжение следует... Продолжение следует...